Добрый вечер, дамы и господа. Я давным-давно уже не делал никаких видосов, уже две недели. Поверьте, это потому что я был дико занят на самом деле. Я готовился к выставке. Вот она сейчас открылась. Выставка посвящается ИГИЛ, как вы понимаете, из тех рисуночков, которые я публиковал в ВКонтакте. Если кто-то не видел, может зайти посмотреть. Там два рисунка, по крайней мере, есть. Но, увы, то есть я буду делать обзор на самом деле на эти рисунки, на эту выставку. Я пойду... Наверное, Саша, к сожалению, видеокамеру не захватил, просто забыл. В спешке, как всегда бывает, в последний момент уже просто не было времени вернуться и взять ее. Телефон мой разрядился, поэтому ничего я не смог сделать. На вернисаже были какие-то дурацкие эксцессы смешные. Кто-то звонил на самом деле в галерею и спрашивал, не боится ли галерея делать такую выставку. Потому что мусульманские террористы, они, конечно же, только и делают, что ждут, когда такая выставка появится, чтобы прийти и взорвать свою бомбу или расстрелять всех присутствующих. Что очень смешно, конечно, в тихой Болгарии, в которой вообще ничего не происходит. А в ней реально эта тема не обсуждается. То есть я, как всегда, попал пальцем в небо, сделал выставку по такой теме в стране, в которой это вообще никому не интересно. Это, конечно, потрясающе. Надо было делать такой проект, безусловно, в Нью-Йорке. И, может быть, там внимание к этой теме было бы намного более пристальное. И я это сделаю, конечно, но просто не сейчас. Когда приеду назад в Америку, тогда обязательно сделаю выставку в Нью-Йорке. Вот, посмотрим, что будет происходить там. Я, конечно, не буду выставлять те же самые работы. Это будет что-то другое, но на эту же тему. Из новостей я обещал вам сделать обзоры на болгарских ютюберов. Я занимался параллельно с тем, что готовился к выставке, еще и поиском таких людей. Опрашивал всех. Буквально на вернисаже присутствовали какие-то еще тинейджеры, на мое счастье. Которых я спрашивал, есть ли такие, что они смотрят. Смотрят ли это бьюти-блоги. Какие-то хотя бы обзоры. Играют ли в Майнкрафт и прочие всякие вещи. И мне дико не повезло. Эти люди оказались теми людьми, которые вообще ничего не смотрят. То есть, еще я узнал о странной тенденции, что болгарские тинейджеры сейчас вовсе не увлечены ютюбом, а увлечены представить себя настольными играми. Сразу вспоминаешь настольную игру Тима Кирби, который, конечно же, мне казался в свое время абсолютным кретином, что он делает не компьютерную игру, а какую-то настольную. Оказалось, вот нет. Наверное, есть такая тенденция, что люди играют еще и в настольные игры. И от некоторых людей не слишком большого возраста я узнал, что да, есть вот такая... Ну, во всяком случае, в Болгарии есть такая тенденция. То есть, до этого они играли в компьютерные игры, сейчас полностью ушли из мира виртуального в мир реальный, где играют вот в эти самые настольные игры, что для меня, конечно, шок. То есть, может быть, это тот самый метамодернизм, о котором я буду говорить долго и тщательно. Обещаю вам, и выявление этого крайне интересное, чтобы кто-то понимал вообще, о чем будет разговор. Метамодернизм – это понятие, которое появилось уже довольно давно, по некоторым сведениям, в 2009 году, по некоторым намного-намного раньше, в 1999. В свое время в Москве были бесконечные круглые столы на тему преодоления постмодернизма. Но понятие метамодернизма тогда почему-то вообще не всплывало. Сейчас оно как никогда актуально, поэтому я буду об этом много и долго говорить. Обязательно сделаю развернутый видос на эту тему. Что же касается болгарских блогеров, все мои усилия на эту тему ограничились тем, что я получил из одного из моих корреспондентов линки на все-таки ютуберов, которые болгарские. Это еще два, которых я не знал, помимо Эмила Конрада или Конрада, который, кстати, дикая звезда, и написал еще и книжку. Я в прошлый раз о нем говорил, совершенно неинтересный, пустой человек. Какая-то там книжка. Книжку я не видел пока. Я ходил по книжным магазинам, честно, и искал эту книжку, чтобы посмотреть, что это такое. Не нашел у этой книжки. Говорят, что она продавалась, как горячие пирожки, что совсем дико. Так вот, эти корреспонденты прислали мне два линка. Один линк – это на человека, который является подражателем этого Конрада или Конрада. То есть, совсем неинтересный. И второй линк на некую блогершу, ютубершу, которая называется Атанаска. Атанаска – довольно любопытная персона, довольно истеричная, говорящая о чалго-культуре, восхищающаяся Азизом, поющая чалко-песенки с афимаринами, говорящая так называемой простотией, то есть глупости. Простотея – это что-то вроде глупости, да, то есть строящая из себя такую дуру, напивающаяся перед камерой, ведущая себя как дешевая проститутка. Чем она заработала себе немалую славу? Что очень странно, конечно, потому что таких персон, ну, в той же России или Америке, более чем хватает. Здесь же почему-то на безрыбье, и эта Атанаска как бы воспринимается как настоящее откровение, просто никого нету. Она обсуждает того же Конрада, или Конрада, говорит о том, что он говно на палке и так далее, и так далее, с чем я совершенно согласен. На сто процентов действительно по-настоящему неинтересный персонаж, конечно, она, мне кажется, намного живее, интереснее, но, однако же, смущает тот факт, что кроме нее никого нету. А ее приглашают на разные телешоу, таскают везде и всюду, как, пожалуй, единственную звезду в этом роде. Что тоже парадоксально, потому что, если она звезда, то должны быть у нее и подражатели, также ведущие себя, или, ну, в смысле, хуже, глупее, бездарнее. Она в этом смысле довольно талантливая компиляторша, или не то что компиляторша, а, я не знаю, можно назвать, наверное, режиссером, да? Режиссер, который организует еще какие-то там бытовые сценки, какие-то драки, изнасилования, что-то в этом роде. То есть, что все снимается как бы какой-то не очень хорошей камерой, что доставляет, безусловно, и что позволяет не слишком внимательным зрителям думать, что это что-то натуральное. Вот такая вот странная персона. Если кто-то из вас захочет, он может просто легко набрать Атанаска в Ютьюбе, и сразу это выскочит. Такая вот девочка 23, по-моему, лет, которая стала звездой, ведущей себя как проститутка дешевая. Очень смешно, на самом деле. Но боюсь, что вас не слишком позабавит, потому что она говорит, конечно же, на болгарском языке, поэтому будет ничего непонятно, кроме того, что она выпивает и, значит, соответственно, ведет себя истерично, как-то импульсивно. Вот, собственно, и все пока, что произошло. Я буду держать вас в курсе дальнейших событий. Как я уже сказал, обязательно сделаю долгую беседу на тему метамодернизма. Возьму кое-у-кого из русскоязычных художников Болгарии интервью, ну и так далее. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал и ждите возможных обзоров на болгарских ютьюберов, которые будут развернуты. Спасибо за внимание. Продолжение следует...